Все постройки, станки поубирал, корыто попалил. Ну, практически чистая территория. Содержать свиней, говорит житель села Белоши, Василий Позняков, не сможет минимум полтора года, а то и два. В домашнем хозяйстве у мужчины было две свиньи. В начале января умерла первая, спустя несколько дней заболел их ряк. После отобранных проб биоматериала специалисты сообщили – это африканская чума. Врезали, вскрыли, вызвали уже с Харькова представителей. Но обнаружили на другой день, что это чума. Василий говорит, свиноматка через месяц должна была привезти поросят. Всех животных собирались продать, чтобы закрыть свои долги, которые накопились после длительного лечения его жены. Теперь надеются на денежную компенсацию от властей. У нас жинка болела, она перенесла за год три операции. Операции дорогостоящие, мне пришлось всю технику, фермерское хозяйство продать практически. Чтобы закрыть это, ну, сколько, где-то еще тысяч двадцать, мы остались еще в долгу. Ну, мы планировали, располагали на свиней. Вот эти поросятся, часть поросят продадим, продадим эту свиноматку, продадим хряка и закроем этот долг. В обладминистрации обещают, компенсацию получат все владельцы свиней, пораженных африканской чумой, которые были или будут уничтожены в ближайшее время. Этот случай вируса чумы в Харьковской области с начала года не единичный. Их зафиксировано в 2017-м уже три. Сожгли чуть меньше десятка голов в Дергачевском районе и Балаклейском. Еще около шести десятков свиней умертвят и сожгут в Барвенковском районе. В связи со вспышкой африканской чумы свиней в Харькове и вблизи зон, где находился очаг инфекции, объявлен карантин. До конца февраля на рынках, магазинах и супермаркетах города частично введен запрет на торговлю свининой. Продавать можно только продукцию, приобретенную на мясокомбинатах. Запрет торговли мясом живым. Убой животных должен производиться только в специализированных местах. Это бойни. И после этого реализовываться в соответствующих документах на рынках. В данный момент вспышки африканской чумы свиней зафиксированы не только на Харьковщине, а и в других областях Украины – Донецкой, Луганской и Херсонской. Лариса Говина, Андрей Домовой, агентство телевидения новости. Лариса Говина, Андрей Домовой, агентство телевидения новости.